дамы и господа худшие стримеры шоу шоу худшие стримеры шоу худшие стримеры только смотрю пострадки должно быть что-то интересное практически каждый выпуск из шоу худших стримеров мне понравился который я смотрел он врал про рак скандал буги 228 худшие стримеры 14 окей буги 2988 это довольно уникальная личность в интернете который уже делал большое видео из рубрики худшие стримеры если говорить вкратце то этот человек с очень сложным детством который уже более сознательном возрасте обрел славу в интернете как добрый весьма комфортный человек это я это я я добрый комфортный и который просто заслужил еще одного шанса он проповедовал то что нужно ценить то что ты имеешь что нужно относиться к своим близким так как ты хочешь чтобы относились к тебе что нужно экономить деньги что нужно ответственно относиться к своей жизни а потом в его жизни по появились деньги и баганство и он понял что ну все что он говорил это хуйня ебаная правильному здоровью таким образом буги 2988 заработал миллионы подписчиков миллионы просмотров миллион долларов и огромную любовь от аудитории ну и разные премии довольно мейнстримного уровня на той же видео game awards нет никого в этой стране в этом мире кто больше заслуживает этот трофей сделать так много для видеоигр но за микрофон ты ебаный тем как вы знаете история повернулась немножко другой стороной когда буги начал транжирить деньги стал тратить деньги на так сказать ухаживание за девушками которые были в два раза моложе него блять когда уже нахуй отменят педофилию типа вот кому от этого выгодно конечно же не будем забывать про тот раз когда он сделал видео что наконец-то разбогател на криптовалюте и говорю что вот я наконец-то дожди если ему было 30 а девочек а девочкам в два раза младше то есть девочкам было по 15 богатый ребят мне не нужна ваша помощь и сделан это видео когда крипта была на пике и когда стоило выводить но он думал что все пойдет дальше великому сожалению он закинул деньги не в ту валюту он изменился нихуя он сначала схуднул потом набрал потом и потом сделал видео про то что потерял это не он вообще у ее зубы другие блять нихуя он разбогател и теперь ему нужна поддержка аудитории и вот в таком состоянии мы оставили буги в последний раз но с тех пор произошел случай который абсолютно нельзя игнорировать и который сейчас активно обсуждается в англоязычном сообществе как одна из самых если не самая громкая драма за последние годы и вот уже сейчас можно сказать что буги это на самом деле самый жалкий человек которую я видел не просто в интернете в жизнь более жалкого человека невозможно себе представить когда говорят что кто-то жалкий ты сразу представляешь себе буги сравниваешь этого человека с ним и понимаешь что нет буги 2988 это непревзойденный к 988 сука он еще каждый раз проговаривает блять это как знаете вот есть саски а саша всегда проговаривает и говорит саски 54 чтобы блять каждый раз окунать человека блять когда тебе было 13 охуенно ты никнейм свой придумал король когда дело касается того чтобы быть максимально жалким и ничтожным и возможно вам покажется что я жёстче чем он чистит зубы блять ну что типа ну вряд ли он заслуживает подобного это просто какой-то добрый пухляш ничего такого готовьтесь изменить свое мнение концу этого видео дорогие друзья потому что вы тоже будете его ненавидеть в одном из прошлых выпусков я рассказывал вам брая кимстар ебать стиль блять чел в кольчуге весьма важного персонажа в интернет культуре который решил организовать бой между буги и wings of redemption бой в котором буги позорно проиграл не нанеся ни одного удара однако кимстар будучи опытным интернет-бизнесменам у них охуяна когда у них броня вот такая выгоду во всей этой теме с лолкау что напоминаю дословно переводится как корова дающие вместо молока поводы для смеха типа лол логика проста зовите меня лолкау буги и wings of redemption это опустившиеся стримеры ютуберы которых смотрят немногие оставшиеся фана думал тут владимир братишкин изображен а ты секунду реально показалось просто такое качество плохое как-то фантазия сама дорисовала я подумал блять нихуя себе он наш типа и на контент которых всем плевать тем не менее вокруг них есть огромное комьюнити хейтеров и троллей которые хоть и не смотрят их контент но интересуются каждым их неудачным моментом но он про меня сейчас говорит это огромная потенциальная аудитория бывших разочарованных фанатов которые жаждут развлечений за счет унижения своих бывших кумиров так почему бы не собрать этих лолкау на один регулярный подкаст под названием лолкау подкаст и не выдаивать из этих коров контент сука это придумал день и нахуй получилось винсов редэпшен и буги 2988 не могли не согласиться на кругленькую сумму в пару десятков тысяч долларов бонусом и так да ебать я бы нахуй там бы уже был блять регулярную зарплату пару десяток алиса 20 тысяч долларов в рубли миллион семьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят четыре а кто бы блять туда не пошел нахуй нахер нахуй блять они делали все это с полным пониманием того что над ними будут издеваться сленги подкаста их называли коровами а тех ютуберов кто приходил в гости над ними подшучивать называли молочниками ким стар считаете стал агентом этих двух личностей и в этом чувствовалось не только финансовая заинтересованность ведь ким мог бы заработать в разы больше денег на других проектах да господи ким стар находил бойцов и устраивал бои для мисс фитс по сравнению с этим буги винкс of redemption это просто какое-то копеечное дело но стоит понимать что ким вырос в эпоху интернета где винкс и буги были гигантами и по сути с какой-то стороны решил спасти их карьеру и сделать им такой вот дом престарелых ну или если бы честными зоопарк также ким стар занялся раскруткой своих коров начиная с буги который получил собственный документальный фильм на час от восходящей звезды ютуба майкла клама смотреть эту документалку физически больно и большинстве моментов ты чувствуешь что ее также физически больно было делать примерная суть вот в чем блять я один из роликов смотрел это либо про буги либо про этого чела когда приехал какой-то охуевший ютубер по моему с ним жить fpv раша fps ваша блять который так что то тоже делал обзоры на пушки все такое тоже популярные заграничный он блять его качалу на ему режим дня блять сделал и это чел блять все тоже проебал там нахуй ну то есть там был целый сериал то что за ними следили то что и он говорит ебать я заебался быть жирными сейчас накачаюсь вся хуйня проходит какое-то время ему похуй ну там его тоже захотели люди буги нищий у него еле хватает денег чтобы оплачивать ипотеку на дома а также медицинский это счета за электричество интернет и так далее но но вы поняли он плачет о том что у него куча болезней в том числе рак и что он может умереть в любой момент как вы думаете пытается ли буги решить хотя бы одну из этих проблем окей почитаемые месячные траты моя страховка 800 медицинские счета 500 500 долларов за капиталку визиты к доктору физиотерапия постоянно лаборатории не езжай в россию нахуй тут половина бесплатно блять мне нужно платить за машину и за страховку до эту машину у нас вот это это зарплата блять в месяц человека а вот это это его пенсия в месяц нахуй и всем охуенно блять ну какие они штамм долбоебы блять сидят еще что-то жалуются нихуя себе блять диабло 4 мне пришлось купить файлов этой 6 а не извините вот она вот она пенсия бабушки купить тирсов закинга вышла мне пришлось и купить они они пришлось купить игру блять 300 баксов на видеоигры но если убрать все это так если я буду жрать только сэндвичи просто буду сидеть тут блять мышь прикиньте если кто-то переведет видео папича и покажет ему то что вот учил учил горит ебать моя жизнь разрушена пожалуйста дайте мне денег донатеры блять пожалуйста блея без вас не вывезу нахуй мне дохуя долгов видео папича но меня заставили тратить 100000 долларов с этой карточки и там будет респавниться эти деньги гайс гайс он горит гайс я хочу спизит гайс но мне это не интересно я хочу гречку кушать не буду платить за дэдфликс подписки только за интернет кому дал комедицинские счета ипотеку если буду платить только за это мне кажется он может пару автоматов заднего плана продать и нужно 7000 долларов месяц алиса 7000 долларов в рубли 614 тысяч сто девяносто восемь рублей 88 копеек ребят если вы прямо сейчас все вместе подпишитесь на мою приватку если вы смотрите на резчика и он не тварь ебаная то он вставит сейчас ссылку на пост где вы можете выбрать еще и цену приватки сами которую вы захотите давать вот сука блять если ты не вставишь нахуй твоя мать сдохнет вот проверьте ребят уточните да и кто нарезку сейчас смотрит вот если мне будет 7000 долларов в месяц ну мне будет охуенно я буду королем ростова ему надо выжить блять ему надо 7000 долларов чтобы выжить мне если у меня будет 7000 долларов в месяц я буду просто ну бог ростова блять ну круче меня будет наверное ну губернатор блять или еще что-то вот я смогу гражданскую войну в ростове поднять просто по приколу нахуй вот просто подпишитесь на меня на мою приватку я этого делать конечно не буду но думаю что пятирублевые пятитысячные самолетики я смогу кидать в центре города и чтобы люди их ловили блять а я снимал на кружочке и говорил вот этот блять подписывайтесь нахуй а кто сейчас стрим смотрит закрепленное сообщение в чате гляньте чё там вот-вот-вот-вот-вот я не зарабатываю 7000 долларов в месяц откуда у него спал я не знаю как знаете после документалки я искренне ненавижу буги и этому есть много причин я думаю что вы уже тоже в принципе разделяете мою точку зрения но давайте поговорим более предметно начнем с самого простого видеоигр который ему пришлось купить final fantasy 16 он не делал с ней никакого контента он ее не стримил он никаким образом не отрабатывать деньги и более то есть он просто пожаловался что он купил игру и даже блять не снял не ролик люди нашли его аккаунт playstation network и он не заработал ни одного трофея в этой игре он даже пролог мне не прошел это вы можете заметить что расследователи наняли нахуй чтоб увидеть же у него ни одной ачивки блять пил издание не за 70 долларов а за 90 потому что он хотел коллекционное издание конечно же но он же заслуживает коллекционное издание охуенный чел блять сока живет как последний день каждый день как последний вместо этого он мог играть в мир кораблей где доступны исторические военные корабли пяти классов и 13 наций детального ебать он так усыпил мою бдительность нахуй что подсунул мне ребята мир кораблей я я в ахуе нахуй но во-вторых давайте поговорим о том что этому человеку нужно 7000 долларов минимум чтобы существовать я могу представить вашу лицу нужно 7 не баланс это ребята если что я смеюсь то что именно не баланс себя покупает или это nike тысяч долларов минимум чтобы существовать представить ваше лицо в данный момент когда вы это слышите но дает но у нас я предполагаю что у нас нахуя в россии людей которые на 7000 долларов в год могут жить ну учитывая что у них уже там есть да где жить блять так это ну подожди это сколько не это я хуйню сказал да или не хуйню алиса 7000 долларов в рубли 614 тысяч сто девяносто восемь рублей когда по 50 тысяч в месяц это по 50 тысяч в месяц так люди и живут нахуй мне это вопрос не в том что в америке цены другие вопрос в том что он долбоеб что он еще не переехал в россию блять задумайтесь вот-вот это чем придется ему вместо колы пить добрый кола как еще изменится его жизнь только в лучшую сторону нахуй век которому нужно 7000 долларов может стать королем таганрога чтобы просто оставаться на плаву это в лучшем варианте я сегодня у нас в котором питается только сэндвичами то что в его понимании не существует чего-то дешевле чем сэндвичи но это еще не все в документалке он постоянно ходит к врачам делает анализы тратит бешеные деньги ну вы знаете что в америке довольно дорогая медицина у него нет нормальной страховки и сразу же после того как ему говорят о том что все его проблемы связаны с его лишним весом и что ему стоило бы лучше питаться больше заниматься собой он хуйня он просто как блять сука опять долбоеба блять едет в соседний фастфуд берет себе огромный заказ забивая все это огромный манты дю блять а в россии он бы не поехал бы в макшнакнекс потому что у нас нет макшнакнекса вот и все блять только ему мы ему не будем рассказывать да про вкус очка и все что вы понимали он спит в кислородной маске просыпается и сразу же пьет банка маунт эндю сука бля не жизнь а мечта ебаный фак блять и после этого ему хватает наглости сидеть перед камерой жаловаться что он столько тратит на то чтобы ходить к врачам и напоминаю что это все на донаты подписчиков которые у него еще остались но все видео все видео он ходит и говорит насколько ему мало осталось что он скоро точно умрет что у него рак и ему конец в итоге он оказался таким комком депрессивности что даже чувак который снимал документалку в какой-то момент уехал в отель и сказал что не хочет снимать дальше потому что он может находиться в этом доме с этим человеком это практически невозможно в итоге ведущий решил как-то помочь буги и связался с людьми которые могут подыскать ему работу хоть какую-то чтобы он мог зарабатывать деньги и жить честной жизнью и буги пришел на собеседование но вместо того чтобы понять что ему это действительно нужно и как-то сотрудничать с человеком который проводил собеседование он постоянно специально вставлял себе палки в колеса и говорил каким он будет плохим работником а после того что кайф дома стримить нахуй и играть в игры чтоб донатили блять ты шо этого позвонил ведущему и сказал что он не хочет больше снимать документалку приезжать через несколько месяцев когда мне будет настроение вообще супер звезда и бля ребят я заканчиваю стрим нахуй придите через несколько месяцев когда мне разбанят у меня будет настроение всем пока наебал эй 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 ну я надеюсь что я нормально наебал и новый стрим не создался создался новый а ну-ка они да все нормально все все хайпим хайпим ребят и не хочу во всем этом участвовать и работать эй майка слушай чувак я знаю что делать документалку и хочешь чтобы я нашел реальную работу но я скажу тебе что я не буду лежать слышь миля нахуй блять на этого не забанен и сп блять зайди проверь делать я не приду до какую-то работу когда где 4 миллиона подписчиков правильно ёпта на ю тубе я один из изначальных ютуберов вместо этого я сделаю вот что верну а я кстати один из изначальных твичеров увидели пост стрим инсайде то что моему твич каналу вчера или позавчера исполнилось 12 лет но я бы отпраздновал я бы отпраздновал 12 лет нахуй твич каналу блять многим из вас нахуй 12 и моему твич каналу нахуй когда ебались твои родители я регистрировался на твиче блять чё бы вы думали я не могу зайти на свой канал его нет нахуй его стерли блять созданию контента вернусь к рассказу истории развлечения людей и заработать денег делая это правильно блять про свяжемся через пару месяцев ведущий приехал спустя несколько месяцев увидел шоу буги появилась девушка и девушку 20 лет а будем это около 50 блять вот сука не ну реально давайте посмотрим с его точки зрения он кайфует каждый день пьет мантинью живет в макшнакнексе его девушка нахуй 20-летняя блять свежать она нахуй вы видели его и у него свежать и до двадцатилетия к блять он бог этой жизни пока блять он пришел на работу и сказал я не буду у вас работать не донатят твоего и да это его фанатка которую он привлек тем что отыгрывал жертвы она его пожалела и я замечаю что соня уже все на стороне стареет это надо бы это уже надо подыскивать новую свежать и ну реально и да у нее нет отца как вы догадались он рассказал что она очень сильно страдала в своей жизни он пытается сделать ее жизнь лучше но параллельно с этим все еще рассказывает что он скоро умрет и всем стало понятно что нашел эту девушку чтобы просто не умирать в одиночестве бля я умру скоро бля ребят приватка приватка чат выше и бля я убираю реально вы просто не видите это я это маска это маска с майлдберриса вот я сейчас блять там не сейчас маска с вайлдберриса я на самом деле заканчиваю стримы я начинаю плакать абсолютно плевать на то какую душевную травму он оставит для нее в общем после этой документалки хотелось как-то помыться это было довольно мерзко если честно абсолютно отвратительная история но мы еще не дошли до самого отвратительного в общем буги стал частью лолка у подкаста и подкаст поначалу шел довольно медленно они не зарабатывали денег просмотров и так далее и ким стар начал из-за этого напрягаться и во многом срываться на буги что в принципе было довольно заслуженно учитывая что буги постоянно пропускал выпуски потому что ему нужно было лечить его рак да а когда его врач якобы вынес ему этот диагноз он сразу же написал об этом видео потому что он любит быть полностью прозрачным со своими зрителями я тоже люблю хотел рассказать меня рак что действительно у него вот настолько все сейчас плохо и многие его поступки в интернете прощались потому что ну ему немного осталось ну типа чё с него взять затем у буги началась драма с каналом блять извините меня разъебало блять чел хотел блять свой никнейм когда блять он создавал свой никнейм и хотел написать что он майнкрафт про но промахнулся блять по пробелу и теперь он майнкрафт proved the with minecraft и о том что происходило во время этой драмы суть в том что это была весьма громкая ситуация, и Ким Стар строго-настрого запретил Буги где-либо её обсуждать, кроме его собственного подкаста, потому что он буквально его нанятый работник, и Буги получает долю с этого подкаста, это вполне логично. Но Буги не смог удержаться, он пошёл на стрим другого лолкао под именем ReviewTechUSA, который хотел задать ему несколько вопросов, начал обсуждать всю ситуацию во всех деталях, но хуже всего то, что пришёл самординари геймер, зашёл к ним на стрим в дискорд, и на том же стриме они всё порешали и обсудили каждый каверзный момент, собрав огромную аудиторию вокруг этого стрима. Стоит ли говорить, что после потя... Бляй, короче, он кинул, блядь, своего работодателя, по сути. ...тереть такого куска контента, который мог привести столько пользователей на лолкао подкаст, Ким Стар был готов убить Буги. Он говорил, что уволят его, что тот будет умирать в бедности, и... ...дал последнее условие для его возвращения. Буги должен встать на колени и начать извиняться перед всеми, Кого он оставил без контента? И Буки это сделал, хотя он храбрился перед этим, говорил, что ему всё это не надо, ему важнее гордость, он всё равно это сделал. И Ким Старр позвал его обратно, потому что эта ситуация с состоянием на коленях в итоге тоже принесла некоторую пользу подкасту. Всё-таки это... Охуенно. Это лолкау подкаст, это не подкаст, на котором мы уважаем членов этого подкаста, мы просто приходим на него, на ними смеяться. С этого момента был довольно тихий период, лолкау подкаст в принципе набрал себе аудиторию, они регулярно... Ну блять, если я правильно понимаю, тут просто обрезано. 24к, скорее всего, здесь. То есть 24 тысячи зрителей на подкасте. Как будто бы неплохо. Я не знаю как, ну просто, какие цифры в Америке, да? Я не знаю, но это круто. Записывали выпуски, но была одна небольшая проблема. Дело в том, что Буги либо опаздывал, либо просил больше денег, либо вообще не появлялся в какой-то день по одной и той же причине. А причина, которую он приводил, это то, что у него рак разыгрался, ему нужно срочно бежать к врачу. В то же время, Винксов Редемшн всегда появлялся вовремя, как штык и воспринимал это серьёзно, как свою работу. Никто не хотел винить Буги, потому что ему, ну, недолго осталось. Ну да, да, да. Тут уже, сука, недолго осталось. Тоже с него взять, ну, ребята. И вот буквально несколько... Нихуя себе ему недолго осталось, блядь. Неканедель назад Буги создаёт свой коин. Вы же знаете, что ютуберы в последнее время очень любят создавать свои коины. Блядь, я такой еблан, что я ещё не создал свой коин. То же самое случилось и с Буги. Какие-то чуваки дали ему 10 тысяч долларов и заставили сняться на камеру, где он говорит, что... Ребят, если хотите стать такими же успешными, как я, вы можете заработать на вот моём фэти-коине. И, конечно же, когда его оставшаяся аудитория купилась на это, купила этот коин, произошёл рак-пул, и они потеряли все свои деньги. И когда люди пришли... Я рак-пул. Что такое рак-пул, блядь? ...к Буги спрашивать, ну и что нам теперь делать? Ты нас обманул? Он сказал, что, ну, у меня рак, ребят, мне нужны были деньги на лечение, это очень срочно, серьёзно. Я не хотел, но мне пришлось. И вот тут, знаете ли, у некоторых людей сгорела задница, а конкретно у ютуберов, которые начали подозревать, что что-то здесь... Они зашли в его профиль в Стиме и в Плейстейшене, и оказалось, что у него нет рака. Чистое. Буги уже столько лет говорит про рак, но при этом постоянно делает какие-то плохие... Сука, ещё до сих пор не умер, ёбаный факт. Да, реально, блядь. И вещи используют это как оправдание. В своём видео изначально он сказал, что у него полицитемия вера. В общем, это очень редкая штука, когда у тебя в крови становится намного больше красных кровяных клеток, чем белых. Я, если честно, не разбираюсь, поэтому прошу прощения. И эта штука может привести к раку, но Буги говорил, что у него конкретно вот просто рак. У него большим шерифтом на превью. Канцер. Так. И вот эти некоторые ютуберы подождали момента, согласовали всё с Ким Старом, и когда был очередной выпуск Лолкау подкаста, Destiny, XQC и некоторые другие ютуберы присоединились к разговору, и начали докапываться до Буги, который в свою очередь не мог уйти, потому что ему платят зарплату. Ага, тебе это не понравится? Давай, выводи из водок. Тебе не понравится? Я зовут друга? Конечно. Я зовут приятеля на шоу. Буги! 2-4-8-8! Сегодня мы будем спорить. Я на 99% уверен, что ты обманываешь. Обманываешь насчёт твоего диагноза рака, Буги. Хорошо, давай послушаем. Давайте послушаем. Доктор когда-нибудь говорил? Если я просто представил на его месте, то, что ты до этого всё охуенно успел... Ну, я предполагаю, что всё ведётся к тому, что рака никакого у него не было. Из-за этого я отталкиваюсь, что он такой, всё, блядь, пиздел, 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 пиздел. И вот момент, когда тебя разоблачают, какие у тебя варианты выхода? Ну, по сути, два. Либо пиздеть до конца, и чаще всего этим люди себя только закапывают, либо сказать, ну да, блядь, ну типа было, и объяснить, ну почему, и, возможно, даже раскаяться. Хотя вряд ли они, ну, поверят его уже раскаиванию, потому что он там это типа годами идёт. Тебе говорил тебе слово рак? Он сказал полицитемию вера, что является формой рака, как он мне это объяснил. И это не вторичная полицитемия, как это объяснял Николас Диорио. Николас Кейдж. Ну, а я думаю, что это именно вторичная. Ну, почему он сказал, что это полицитемия вера? Почему он сказал, что у меня в крови гормональные маркеры, которые указывают на полицитемию вера? Почему он указал сделать биопсию костного мозга, чтобы подтвердить это? Блядь, это вообще какой-то мутант, блядь, и на него свалился, как там крутится, он сейчас повесится вообще на этом вентиляторе. Ну, если он сказал сделать биопсию костного мозга, чтобы всё подтвердить, странно, что ты уже сказал, что у тебя есть диагноз. Ну, потому что у меня гормональные маркеры в крови. Ну, ты же сказал, что получил диагноз, но теперь ты говоришь, что нужно подтверждение. Опа, блядь. Ну, мы просто подтверждаем, это называется подтверждение. Гормональный маркер уже в крови. Ага. Так, почему ты говоришь о другом лечении от рака, если они не знают, есть ли он у тебя? Ебать, то есть он ещё не пруфанул, но всё это время... Блядь. Потому что они лечат его, мутант. Они лечат его уже два года. И всего этого делал, буги нет ни... Он, то есть, он не просто не сходил, ну, блядь, на подтверждение того, что у него рак, я как понимаю, но он уже два года его лечит, но он ещё не знает до конца, есть ли у него рак. Охуеть нахуй. Охуеть нахуй нахуй. Единого документа, на котором написано полицитемия вера. Ни одного. Недавно у моего друга. Бабушка идёт в больницу. Доктор говорит, у вас рак. Всё, вот операция, у вас рак. Бабушка, бля, в ахуе. Возвращается домой, рассказывает, блядь, кенту, родителям, блядь. Все плачут нахуй, да? Типа, пиздец. Вот. И просто для проверки мой кент говорит, а сходи в другую больницу, вот то же самое, блядь. Сходи в другую больницу. Идёт в другую больницу, говорит, у вас не рак. Всё, у вас нормально. Всё. Пиздец. И прикинь, вот, ну, а вот так. Это просто большое количество клеток крови. У тебя просто много красных клеток. Да, это от большого веса и пересыпания, потому что у меня обе эти вещи. Да, это может быть причиной. Блин, просто чел говорит, ну да, у меня, видимо, теперь тоже рак, блядь. И как сказал Буги, когда мы делали обследование, то знали, что есть риск этого. Это значит, это риск вторичной полицитемии. Это риск, и в итоге это, к сожалению, произошло. Но это не рак. Это из-за низкого кислорода в крови. Окей, Буги, как вы можете видеть, прижали довольно сильно, и по фактам, учитывая, что он не предоставил ни единого доказательства того, что у него действительно есть рак. Дальше разговор был в следующем ключе. Буги два года назад сказал, что он записывает видео прямо в день, когда получил диагноз. И что у него действительно рак, причём очень редкая форма рака. Но после всей фигни с криптоскамом, он начал утверждать, что ему крайне важно сделать тест костного мозга, чтобы получить подтверждение спустя два года после того, как он сказал, что у него вот точно есть диагноз. Бля, я просто не очень понимаю, но... Либо чел в голове у себя думает, блядь, я такую схему наёба придумал, блядь, как же я с всех наебу сейчас. Ну вот так, или он отдаёт себе отчёт, что это будет выгода. Или такой, о, для прикола сделаю. Ну, типа, осознаёт ли? Осознал ли сам ты что, за рупор сжимаешь в руках? Ну, короче, блядь, ну, я в аху... Я себя не могу... Я постараюсь... Ну, стараюсь как-то себя на его место, да, поставить. Ну... Блядь, ну это ж надо, получается, записывать свои пиздежи, чтобы потом не объебаться. Спустя два года, как он списывал каждый свой недостаток, каждый свой прокол, и каждый раз, когда он обманывал свою аудиторию на бабки, на то, что у него рак, и он лечится от рака, который даже не был подтверждён изначально. Всё, что у него есть, это анализ крови, в котором были найдены гормональные маркеры. Но это не является подтверждением болезни, так нельзя поставить диагноз рака. Из того, что я понял, действительно нужно проводить огромное количество тестов, и уже после этого можно точно сказать, есть у тебя эта болезнь или нет. И очень странно, что спустя два года, когда люди начали задавать вопросы, Буги решил всё-таки сделать тест костного мозга. Вот как он это оправдывает. Потому что я наставил на этом, потому что надеялся, что они ошиблись. Но почему-то наставил на биопси, если всё подтвердили маркерами в крови. Потому что я надеюсь, что они ошиблись. Как ты можешь думать, что они не правы, если два года говоришь, что сражаешься с раком? Бля, это реальный сюр пиздец. Потому что я два года боролся с раком Дестони. Как? Разжижителями крови? Это для тебя. Тебе не стоило об этом говорить. Но факт в том, что ты это сделал. В тот же день, который получил этот диагноз, и сказал, что какое-то время раздумывал об этом. Я какое-то время придерживал это. Да, я какое-то время это придерживал. Но ты же сказал в том твите, что получил диагноз в тот же день. Бля, вот это вот самое охуенно. И сказали мне, ну ладно. И суть как бы вот в чем. Буги весь этот стрим отрицал, что у него нет рака. Вот говорю, что они все врут. Но при этом не мог показать листочек, на котором написан его диагноз. Дошло до той степени, что даже... Я бы не факт, но тоже то, чтобы показывал, блядь, просто на стриме этот листочек. Потому что вдруг какая-то, блядь, еще личная информация. Эмшин, который по большей части его поддерживал, как товарищи по подкасту, начал задавать вопрос. Типа, чувак, просто покажи им листочек, скажи, что они неправы, и все. Но все зашло еще дальше. Дело в том, что Destiny и другие огромные ютуберы начали предлагать бомб... Я рак спасал. Напоминаю, да, самый крутой мем. Я рак спасал. Извините, но... Мы должны были бороться с раком. Нет, я спасал рак. И за то, чтобы он показал свой диагноз. И это не просто... Сука, блядь. Это Халк говорил. Блядь, это... Блядь, вот прикиньте, я просто неподготовленному человеку буду говорить. У меня день рождения. На дне рождения прибегает Халк и говорит, что он опоздал, потому что спасал рак. А мой друг говорит, но с раком же вроде надо бороться, не спасать его. А Халк говорит, но я спасал. Спасал рак. Спасал. Его хотели вырезать и выкинуть. Но Халк это так не отставил, блядь. Просто слова, это довольно большие уважаемые ютуберы, которые вряд ли бы начали брать свои слова назад. То есть они реально бы ему заплатили. В итоге потенциальный фонд лечения рака Буги составил 80 тысяч долларов, если собрать все суммы, которые ему предложили. А учитывая, что только недавно Буги согласился на 10 тысяч долларов, чтобы заскамить свою аудиторию криптоскамом, как бы было бы логично, если бы он взял 80 тысяч долларов и показал эту бумажку. Ну да, и тем более, если, блядь, ну ты реально думаешь, что у тебя рак, ты в этом уверен? И у тебя есть... Алиса, 80 тысяч долларов в рубли? 7 миллионов 19. Ну, блядь, это круто. Это круто. Если бы мне предложили, да, конечно, я бы тогда все пруфы выложил бы и... что-то мне бы на лечение занимать. Но он сказал, что не будет этого делать, потому что это последняя частичка приватности личной информации, которая нет в интернете, которая у него осталась. И он предпочтет, чтобы все в интернете считали, что он обманул насчет рака, но не покажет эту бумажку, потому что вот он так решил. Он внезапно стал очень принципиальным. Блядь, ну я бы сказал бы, типа, ребята, давайте я сейчас пересмотрю, ну... Давай, ну, мы предполагаем все равно то, что, видимо, этой бумажки у него даже нету. Или там написано какая-то хуйня. Но я бы сказал, типа, окей, я готов вам показать эту бумажку, ну, типа, без камер, да? Ну, типа, и без сливов не на стриме, блядь, потому что там может написано, блядь, имя, фамилия, номер, блядь, паспорта, всякой этой хуйни. Но он бы сказал, типа, вот вы, ребята, уважаемые, вашему слову будут верить, да? Просто я вам показываю сейчас, да, там, блядь, пусть стример отключит экран, вот, или заблюдит экран. Вот. И вы просто скажете, то, что я вам показал, и там, да, действительно, вот написано так-то так. И этой внезапной принципиальностью он дал всем понять, что никакого рака у Буги на самом деле нет, и все это время он просто врал. Но это еще не все. Они целых полтора часа уговаривали его показать диагноз, и это было так больно смотреть, но вот небольшие фрагменты. Почему ты соврал об этом? Я не врал. Ты всегда говорил мне о своих проблемах, типа, что у тебя рак снова разыгрался сегодня. Ты говорил мне эти слова? Если постоянно использовал это, то ты обязан все разъяснить. Люди не будут сомневаться, они уже решили, что ты обманщик. Не, я уже понял, я все удалю, мне конец, я все равно ничего не покажу. Я не спрашиваю, покажешь или нет, я спрашиваю моральный вопрос. Если ты поделился этим с фанатами, нет у тебя моральных обязательств под этими... Блядь, просто в день его, блядь, хотя у него и та карьера разрушена была, я предыдущие ролики смотрел. Определенными обстоятельствами, потому что еще раз, возможно, если даже эти обстоятельства есть, если даже не есть, то я собираюсь игнорировать эти моральные обязательства. Да еб. Если ты хотел, иди подними. Я хочу соснуть Каала, конечно. А кто мне здесь будет стримить? Ну, мне кажется... В пользу сохранить... Нет, буксик, я не буду, я смотрю топовое видео, худшие стримеры, 14-я часть, скандал буги 2,9,88. Он... Да еб твою мать, ребят, сейчас, извините, мне пописать надо, реально. Не, не, последнего кусочка приватности в... Не, просто еще придумал, то что я сейчас просто беру камеру, выхожу и говорю, конкурсы и приз, и у меня где-то наушники заказывал по скидке Яндекс.Станции, по скидке у меня лежат приз Яндекс.Станция и издеваться нахуй на ней. Блядь, какую-нибудь хуйню там, блядь. Из жизни не нужно было этим делиться. Это было тупое решение, я знал, что всем будет плевать, включая людей, которые сидят здесь. Не, мне сказали то, что будет, мне сделают Кау отдельно, и а потом после стримчика, тем более, что я, блядь, с ними буду сидеть нахуй, эти слушать, блядь. О чем женщины вообще разговаривают? Блядь, хуи обсуждают они постоянно, все, блядь, в компании знают, у кого какие хуи, блядь, как они ебутся, они обсуждают. Мне просто Соня рассказывала топ тем обсуждений у девочек, блядь. Прокладки свои, они эти, ладно, они это не обсуждают, ноготочки они не делают, они обсуждают вот эту постоянную еблю, хуи они обсуждают, что-то еще они какую-то вот такую тему, потом они нас обсирают друг другу, да, значит, блядь, я вспомнил, по-моему, нельзя это говорить, так что не буду на всякий случай. Вот, а раки, блядь, они сто процентов. При этом разговоры мальчиков, просто вот мы садимся в кальянке и говорим ЗЕ! И обсуждаем, кто прав, кто виноват, все, как бы. Потом, следующая тема, ВЕ! Нахуй! Это нужно было статься личным. Твой ответ на все это, типа, ха, вы можете глянуть мою битвишку, когда я умру. То, как ты говоришь, как рассказываешь это, ты такой побежденный, как будто ты знаешь, что тебя поймали. Я пришел к этому определенному. Я всегда знал, что этот день настанет, что мне придется выбирать между тем, чтобы показать все это, или что интернет скажет, что я наврал. Ну, блядь, ну, ты пиздил два года, блядь. И теперь интернет считает, что я наврал, потому что я буду настаивать на решении, которое сделал два года назад, что для меня это единственное, но все нормально, я просто уйду из интернета. Кто в это поверил? Ну, блядь, как-то же, знаете, вот есть жалко, жалко, блядь, мне тебя жалко, или ты жалко выглядишь. И вот он конкретно сейчас жалко выглядит, блядь. Это жалко, ну, блядь. Скажи, веришь в это? Веришь? Моей медицинской записью для меня? Он всем про свои проблемы рассказывает. У меня высокое давление, но это одна вещь, которую я буду держать. Никто не поверит в это. Я лучше уйду из интернета, если честно. Ребят, я ухожу из интернета. Блядь! Я сейчас уйду из интернета. Или я ухожу из интернета, блядь. Понимали, этот разговор шел в таком ключе несколько часов, где разные ютуберы заходили на этот стрим и пытались убедить Буги показать свои медицинские. Блядь, или просто признай. Ну, типа, скажи, да, ладно, я пиздел, потому что я хотел легкие. Ну, это... Просто, если у них нижняя планка какое-то дно, до которого можно опуститься. Бумаги. И каждый из них предлагал еще больше денег в этот фон того, чтобы Буги наконец-то показал эти бумаги. Пришел до... Блядь, то есть приходят, говорят, мы еще добавим тебе на лечение, еще добавим, просто покажи бумажку. Тоже Мутахар, который предложил еще 10 тысяч долларов и сказал, что, типа, чувак, у тебя список болезней больше, чем Библия. Ну, просто дай скриншот. Но финальным аккордом стало то, что пришел мистер Митакур. И если... Я думал, сейчас придет, блядь, мистер Бист и сказал, блядь, я покупаю тебя Буги, нахуй, и все. Если вы знакомы с этой персоной весьма нижнего западного интернета, то вы знаете, что его также называют человек-рак, потому что это ютубер, у которого действительно есть рак, с которым он борется, которого в свое время... Бля, ребят, сори, давайте, вот сейчас приколы приколами, да, еще раз напоминаю историю, а потом я у вас спрошу, что с ним случилось, потому что я не знаю, кто это. Слэй, к нам подсаживаются ребята, и один из них был в маске, нахуй. У него вот маска вот так вот была посюда. Вот. И я ему говорю, у тебя что там, типа, ты болеешь чем-то, у тебя туберкулез, нахуй, он говорит, да, болею. И мы отсаживаемся и такие, ха-ха-ха. А потом оказывается, что у него, по-моему, рак щитовидки или что-то такое. И у него просто, ну, нижняя часть шеи, она вздутая, и... ну, он вот так вот маску носил. Собственно, что с этим чуваком сейчас? Вот, мне интересно. Он был из... из какого-то сквада тогда, который только набирал хайп. Вот. Все, норм живой. Бля, охуенно тогда. Все заебись. А ему там не делали ни операцию, ничего. У него там много чего, вроде рака, лифа узлов или как-то так. Пока живой, вообще, врачи давали не больше двух лет, два года прошли, пока живет. Бля, прикольно, хайп тогда, круто. Круто. Да, кишки, кишки. Из кишков какой-то чего был. Ну, прям, просто потом было очень кринжово, когда мы узнали, что, ну, мы такие, типа, прикалывались. Ха-ха, ты что-то чем поболеешь, блядь? Ну, потому что странно то, что у тебя, блядь, чел в маске пришел. Сука! Еще, ладно, рассказываю. Пересматривал старые видео, вот это обмен джонами. И это видео было снято во время ковица. И я там был в маске. То есть, мы пошли в торговый центр, я пошел в маске. Блядь, вот как-то сначала все очень мягко, ну, приняли то, что все теперь ходят в масках. Теперь вот такой мир. Все ходят в масках, блядь, это очень быстро стало нормальностью. И мне кажется, это так же моментально стало ненормальностью. То есть, как только их можно было снять, вот ты, когда пересматриваешь такие видосы, я могу до этого смотреть видосы, говорить, ну, да, вот такое было. Но когда я вижу какие-то, блядь, ИРЛ видосы, блядь, где я в маске, я такой, типа, ебать, вот об этом я буду рассказывать внукам своим. Вот это эпоха была. Мы год сидели по домам, нахуй, блядь. Вот это была, конечно, бля, жесткая тема. Время тоже донимали, и... Да-да-да-да-да-да, блядь, всякие видосы, эти тупорылые, когда, блядь, в самолете... Я не буду принципиально одевать маску! Ну тогда самолет не взлетит. Ну и не взлетайте! Тогда сейчас вас выведут, нахуй. Мне похуй! Приходят полицейские. Ну ладно, блядь. Сука, уебища всякие. Это было, это факты, это было. Это было. В итоге он просто достал бумаги и всех заткнул за пояс. И в этот момент Буги начал юлить по-особенному. Просто зайди в диагнозы, и там будет написано всё, что доктор у тебя нашёл. Да, я только что прочитал. И там написано, здоров, кроме того, что лишний вес. Всё. Там в списке есть рак? Да. Ты можешь просто сделать крышот, как сделал я, и это будет конец. Конечно. И два года назад я принял решение, что не сделаю этого. И я лучше уйду из интернета, чем лишусь последствия. Нахуй он тогда снял видео, что у него рак? Среднего куска приватности. Знаешь что, я понимаю аргумент про приватность. Мне не стоило рассказывать публично. Не-не-не, дай закончить. Блядь, возможно он сейчас, ну, спасает рак. Типа. Ты можешь вырезать информацию. Просто покажи страницу под названием ягн за пациента. Просто нахуй код элемента быстрее, как Амсимакс, блядь, подменил нахуй в своём ЕГЭ. Так же, блядь, и быстрее. И там список болезней. Там не будет имени врача или названия больницы. Просто название болезни. И я не сделаю этого. Вы говорите, что я два года потратил на болезнь, которой нет. Я считал, что вы мои настоящие друзья. И я бы никогда не поверил, что вы бы пришли к этому. И я лучше буду уже заканчивать. Ты что думаешь, что мы тебя предаём как-то? Все нормально с тобой общаются. Никто не предаёт тебя. О чём ты? Думаешь, я тебя подставил, что я позвал Дестани? Да нет. Один из самых больших стримеров пришёл на наше шоу. Чтоб вы понимали, я ещё удивлён, что чёл пришёл его разоблачить на его же подкаст. То есть, ну, по идее, если ты на кого-то там собираешься делать разоблачение, что-то, да, ну, выгоднее тебе просто залить это на свой канал, чтобы у тебя были просмотры, подписчики. Он пришёл разъебать их на их же подкасте, блядь, чисто так, фу-фри нахуй. Вот. Блядь, и чёл, ну, пиздец. Я не знаю, ну, чё там такое должно быть написано, типа, рак крайней плоти, наверное, там, только такое, я могу понять, может быть, это касается пениса его. Моу эфирия, я просто хотел, чтобы это был приватный разговор, я бы показал тебе, конкретно тебе, Ким. Мне не нужен твиттер, если я... Покажи, Ким, окей, давайте так, вот, он показывает Киму, у Кима репутация нормальная. Ким говорит, да, действительно, он мне всё показал. Всё, типа, да, я подтверждаю, я никуда это не солью, я подтверждаю моим словом, типа, всё. Умру. То есть, представьте, всё абсурдной ситуации, ты два года врал, что... Абсурдная ситуация, то, что внезапно тут начал бежать, блядь, чел из игры, якудза, нахуй, до этого ни разу нихуя не было, и вот абсурдная ситуация. Что у тебя рак? Ты пользовался всеми бонусами, которые могут от этого быть, все тебя жалели, все тебе всё прощали, ты говорил всем, что скоро умрёшь. И вот, наконец-то, люди начинают задавать вопросы, просят каких-то доказательств, и ты, во-первых, не можешь их предоставить, а во-вторых, выставляешь тех, кто пытается получить от тебя хоть что-то, теми, кто лезет в твою личную жизнь, ты хочешь сохранить какую-то приватность. В разговоре с настоящим раковым больным продолжаешь гнуть линию того, что тебя все обижают, и на самом деле ты жертва. Бля, жёстко, сука. Ну ему, а как, ну ему надо выкручиваться, блядь. А чё, чё ему делать, блядь, вот это? Идись без этой вышинки на торте, сказать, что, когда ты будешь мёртв, тебе не нужен будет твиттер, тебя никто не достанет. Ну, знаете, немножко намекая на то, что ты жертва, и, возможно, ты что-нибудь с собой сделаешь, Буги собрал полное бинго за этот стрим. Он настолько проиграл во всём, что даже в итоге удалил свой твиттер, потому что не мог на всё это смотреть. Я, кстати, ребята, никого не призываю, но если вы не из России, регистрируйтесь в твиттере, чтобы меня скоро поддержать, потому что я планирую бунт нахуй устроить против твитча, если меня не разванят уже. Но, как показывает практика, твиттер можно восстановить ещё 30 дней после удаления, так что, скорее всего, он думает, что просто переждёт весь этот скандал. Итак, давайте перейдём к итогам всего этого действия. Но мало того, что все вспомнили, что буги существуют, теперь его все ненавидят. И каждый, я имею в виду, каждый сделал видео про то, какая буги мразь. Потому что, если ты обманываешь других людей, что у тебя смертельная болезнь, чтобы получить от них доброту и какие-то ништяки, никто никогда тебя не поддержит, если окажется, что ты всех обманул. Но теперь перейдём к мнению других членов подкаста. Вот что сказал про всё это Wings of Redemption на своём следующем стриме. Для контекста у его жены тоже раковое заболевание. И для их семьи это не что-то незнакомое. Пока он не докажет обратное, он заскамил людей со своим раком. Если честно, меня он тоже обманул. Я... ...был тогда на тестостероне. И одна из причин, почему я следствую, это то, что буги якобы получил от него рак. И я боялся, что у меня тоже будет. Так что... Возможно, из-за буги я не смогу завести детей. Ребят, ладно. Я... Я честно вам хочу сказать, да, у меня рак. И... Самое главное, в отличие от того стримера, я могу пруфануть нахуй, что у меня рак. Внимание. Вот. Я... Вот понимаете, насколько легко, да, показать пруфы. Блядь, а этот буги, нахуй, сидел, блядь, два часа и... Ой, блядь, сука. Да? Сейчас, ладно, извините, я не включил... Я не включил со звуком, к сожалению. Сейчас. Куда, блядь, тут нажимать? Не включил звук. У меня... У меня рак! У меня рак! Вот, ну то есть, я тут прям, да... Завидуйте, у меня рак! Вот, да, эээ... Вот мне это, сколько ушло у меня секунд, на то, чтобы найти, да, эту информацию и ее вам опубликовать. Вот. А вот этот буги что-то нихуя не может. Странно. Я удаляюсь из интернета. Я бы тоже пожалел его, но он сам это собой сделал. И самое худшее, что он использовал рак, чтобы отлынивать от записи подкаста. Скажу вам, если бы мне предложили пять тысяч, чтобы показать вам диагноз своей жены, ее задница была бы разбуженная, и вы бы получили то, что хотите в течение десяти минут. Ну а в итоге... Ну если бы... Ну... И ты потом это все берешь и публикуешь, ну типа, публикуешь документы, тебе скидывают, и ты, ну, эти деньги можешь бустануть в лечении и реально, теоретически, что-то спасти. Кстати, между прочим, ребята, офф топ, я рака очень боюсь. У меня, ну как, из степени троюродных, наверное, родных, но... Ну, есть люди, которые пострадали, да, как бы от этого. Собственно, блядь, ну это страшная хуйня, это то, чего я боюсь, то есть я предполагаю, то есть если ты нормально там питаешься, нормально живешь, то ты можешь прожить больше, но рак так не думает, он в любой момент такой, типа, бля, холол нахуй. И я сейчас очень радуюсь, блядь, то от одного вида рака уже почти, ну там у крыс, но, блядь, у крыс уже вылечили, потом еще там, ну то есть, они же, это все разные виды, и, блядь, я предполагаю то, что реально при нашем, при нашей жизни уже всякие будут вакцины от рака, блядь, вот, и это будет пиздак, и я вот думаю, еще может быть у животных такой будет, и тогда крыски будут побольше жить, потому что вот сколько у нас было крыс, все умерли от рака практически, у кого-то рак легких, рак глаза, блядь, а, нет, рак кости, а не рак глаза, там сдулась нам, все, ну вот, я предполагаю то, что, ну мы типа, ну вот, влезти к этой хуйне, вот, тоже нормально. Многие покровы со всей ситуации сорвал Ким Стар, который до недавнего времени был партнером Буги, хотя возможно им и останется, потому что Буги привлек столько зрителей на его стрим. Суть в чем, Буги действительно принимал стероиды, которые могли привести к подобным вещам с твоей кровью. Два года назад, когда он потерял все деньги на криптовалюте, он пошел к доктору, ему сказали, что у него большое количество красных клеток крови, и возможно у него рак крови, но... Просто ему сказали возможно, и он такой, я понял, блядь. Два года я буду говорить, что у меня рак. Перед тем, как он успел что-то подтвердить, он сразу же побежал делать видео на ютубе, что у него теперь рак. Два года спустя у него все еще нет подтверждения, что у него рак, но он всем говорил, что у него есть рак, и использовал это, чтобы получать симпатию от других. Это было для рекламы его крипто-скама, для того, чтобы попросить людей финансово поддерживать его. Во всем этом, он вврал, что у него рак, и возможно это даже преступление. Сейчас у него уже назначены тесты, чтобы подтвердить на 100% есть ли у него рак. Так что иронично, даже учитывая, что он все это врал, у него все еще может быть рак. Вся эта штука весьма печальная. Ну что я могу сказать, да? Блядь, а прикинь, реально оказывается, что он пиздел-пиздел, а сейчас у него настоящий рак, и он записывает видео. Ребят, вот сейчас, вот два года до этого, это хуйня. Вот сейчас у меня рак реально настоящий. И всем уже похуй. И всем уже похуй реально, типа. Даже если он действительно подтвердит свой диагноз, всем уже будет плевать, никто не будет его особо жалеть, потому что это патологический врун, которому нельзя доверять. И в конечном итоге, я думаю, что это поучительный урок для всех контент-криэйторов, когда вы вмешиваете свою аудиторию в свои медицинские проблемы. А конкретно, когда вы используете это, чтобы получать симпатию, деньги и так далее. Этого не стоит делать. Этот человек сам разрушил свою жизнь, хотя находился... Вот Костик решил захайпить на своей операции. И где он сейчас? Вот-вот, блядь. ...в позиции, о которой мечтают 99,9%. Это миллионы подписчиков, миллионы долларов, бесконечное количество возможностей. Все это он спустил в трубу и... Он такой нехуёвый, а, блядь, домик у него большой. Даже находясь на самом дне, он умудрился спуститься еще ниже. Намного ниже. Ну и также это отличный пример еще раз того, что все тайное в интернете рано или поздно становится явным. Собачку пошел выголел. ...гумным ты себя не считал. В конечном итоге это тебя догоняет. Надеюсь, что вы все с пользой и удовольствием провели время, это видео было информативным. И огромное спасибо за просмотр. Очень вас прошу поставить лайк, подписаться на канал, если вам нравится эта рубрика. И также, если вы хотите стать частью нашего геймерского комьюнити, залетайте в соцсетях в описании, телеграмм, дисконт, вконтакте. Пишите в комментариях ваши отношения к Буге, могли бы вы его простить или считаете, что это абсолютно непростительно, то, что он сделал. Но если вам хочется еще чего-то посмотреть, то плейлист «Худшие стримеры» в полном вашем распоряжении. Прямо сейчас на экране есть две мои рекомендации. Нет, ну реально, давайте так. Ему говорят, мы тебе дадим 80 тысяч долларов на удаление рака. Он говорит, я ничего не буду делать. Считайте, он спасал рак. ...которые из этой рубрики я считаю весьма успешными. Ну а так, всем пока. Охуеть нахуй. Прямо.